Здравствуйте, друзья! Как всегда, в преддверии выходных мы в программе «Вдоле» рассказываем вам о том, что жизнь прекрасна, потому что в этой жизни есть женщины, которые умеют устроить вокруг себя пространство, где бы они ни оказывались, таким образом, чтобы оно работало, чтобы все было гармонично, чтобы кони сами останавливались, а избы не горели. Женщины в бизнесе, которые находят время на все, сегодня с нами в гостях партнер Pricewaterhouse & Coopers, руководитель программы женского лидерства Екатерина Малыгина. Здравствуйте, Екатерина! Да, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, в чем ваши функции партнера PricewaterhouseCoopers? Что входит в это такое общее понятие? Партнер — это должность, которая является в нашей компании наивысшей. Это человек, в общем-то, владелец бизнеса, который получает не только зарплату, но также еще и доходы от того, как сработал этот бизнес. А партнер отвечает своим собственным, скажем, именем за те советы, которые мы предоставляем, и поэтому партнер кровно заинтересован в том, чтобы наша работа была сделана качественно. И он является некой такой ролью, ролевой моделью для всех наших сотрудников. То есть, получается, вы, с одной стороны, часть корабля, часть команды, а с другой стороны, практически... Ну, руководитель, потому что ты капитан. Да, капитан, но у нас много таких капитанов, у нас нет одного руководителя, у нас больше, чем 100 партнеров в России, и все они, в общем-то, практически были в нашей компании менеджерами, старшими менеджерами. То есть, они все в ней выросли, они прекрасно знают, как работает этот бизнес, и они не просто сидят и где-то в своей комнатке руководят. То есть, это фронт-офис, который работает с клиентами, который понимает, как нужно с ними выстраивать отношения, и, в общем-то, тот совет, который мы даем, он в нем напрямую участвует. У вас какая-то определенная специфика, какая-то тема, за которую вы отвечаете? Да, у меня налоговая. У нас четыре направления в бизнесе, в нашей компании, да, это крупнейшая глобальная аудиторская фирма, у нас core business, профильные, это аудиторские услуги, второй бизнес, это консалтинг, это очень важное направление, третье, это налоги, то, чем непосредственно занимаюсь я, и четвертое, это юридические услуги, это отдельная юридическая фирма. Все вместе это целая, вот, скажем так, лимейка услуг, то есть, если мы на кого-то работаем, вот, например, на вашу компанию, то мы вас и проаудируем, то есть, проверим, мы вам подскажем, и как правильно платить налог, или налоги в любой стране, ну, вот, потому что глобальная сеть, или как платить налоги, там, по, ну, ваши персональные, ну, вот, и если что-то, какой-то вам нужен совет по, там, операционной эффективности, тоже его дадим. Вы говорите, что в этой команде несколько партнеров, сколько среди них женщин? У нас, на самом деле, в России, мы этим очень гордимся, женщин больше 30% на, вот, руководящих должностях, руководящие должности, это партнер и директор, да, при этом глобально, да, я думаю, что наши цифры где-то 20%, ну, вот, то есть, в России мы в более хорошей ситуации. Да, и поэтому всегда, когда у нас какие-то наши, вот, осуществляются коммуникации внутри себя по поддержке, вот, женского лидерства внутри нашей непосредственной фирмы, то к России прислушиваются, потому что у нас хороший опыт, который подкреплен практикой, да, то есть, как женщины руководят этим бизнесом, потому что бизнес тяжелый, интересный, сложный, вот, и они могут это делать. А скажите, ну, как вы думаете, почему именно в России таким специфическим образом складывается ситуация, что женщин больше, на Западе женщинам менее интересно в таком бизнесе оказаться, или действительно существует этот стеклянный потолок, там, куда не забраться, или, может, наши женщины такие уникальны? Ну, мы спрашивали, да, мы даже спрашивали наших, ну, коллег, плюс мы спрашивали наших российских девушек, там, женщин, которые уезжают работать на секондмент в офисы в Европу, например, вот как у вас там? И мы понимаем, да, что там, на Западе, когда женщина делает, достигает определенного возраста, она начинает заниматься семьей, и вот это вот, ну, семейное планирование, как правило, подозревают, что она начинает рожать детей, там, одного за другим, допустим, после 30, после 35 лет, и очень часто женщины не возвращаются. Это как раз тот возраст, когда, ну, в общем-то, твоя карьера идет в гору, да, то есть вначале ты набираешь обороты, и потом у тебя, ну, уже есть накопленный опыт. И поэтому, как правило, это связано с тем, что женщины выбирают семью, ну, потому что так принято, потому что мужчины обеспечивают, и детей рождаются там, ну, не один, а там, два-три. Ну, вот это я говорю о европейских странах. Если пройти по нашему офису, например, в Нидерландах, ну, офису PresswaterhouseCoopers, то в OpenSpace мы увидим, да, гораздо большее количество, наверное, мужчин, чем в России. В России у нас, я думаю, что больше, чем 50% женщин просто трудятся в компании. Но это не значит, что они не рожают детей и не создают семьи. Это не значит, нет-нет-нет, это не значит, они просто быстрее возвращаются после этого, так сказать, своего витка в карьере. То есть на Западе такого не бывает, как у нас, полуше рядом, чтобы женщина, скажем так, это не тренд даже, да, чтобы за неделю до родов там, или с работы на машине поехать родить, и через две недели, там, через неделю выйти, оставив няню с ребенком в машине или в парке, в скверике, и бегать его кормить. То есть такого там... Наши девушки становятся там, растут в карьерном, скажем так, росте, то ничего, вот мы, естественно, никакая работа, никакие твои клиентские обязанности не могут сравниться с тем счастьем, которое тебе даст твой ребенок, да, там, любимая семья. И поэтому абсолютно нормально у нас девочки, так сказать, уходят в декрет, возвращаются, и сама компания, она этому способствует, да, в каком плане. То есть мы экономически, да, выплачиваем пособие, когда девушка уходит в декрет. Дальше у нас есть программа, что девушка, работая в декрете, может, называется, walking from home, да, она может работать из дома, да, то есть ей будут платить за почасовую оплату, соответственно. Дальше, если она возвращается раньше определенного срока, например, там, в течение года, там, мы платим ей определенную сумму. Компенсацию. Да, одну или две зарплаты, как, ну, поощрение за более ранний выход с работы, потому что, в общем-то... Это уникальная российская ситуация, да, или PricewaterhouseCoopers это практикует? Вы знаете, если честно, я не могу вам сказать за все наши офисы, потому что у нас они отдельные юридические лица, но вот. Мне просто интересно, потому что я впервые слышу, на самом деле, о такой вот целенаправленной поддержке именно материнства в бизнесе, да, и, как бы, стимуляции женщины к тому, чтобы и рожать, и работать. Ну, у нас, скорее всего, вот здесь, в данном случае, есть стимуляция того, чтобы человек как можно раньше вернулся из этого своего декретного отпуска, и при этом, ну, поскольку у нас работа осуществляется на клиента, и каждый человек, он знает своего клиента, он давно его ведет, он знает все его дела, то мне, например, как руководителю, вот, который отвечает за вот эти услуги этому клиенту, мне нужно, чтобы, в общем-то, клиент не тратил время, там, 20 раз рассказывая одно и то же. Вот есть человек, он все знает, он все понимает, и, естественно, он имеет право на, там, личную жизнь, и, там, и ребенка родить, и ни одного, и единственное, что мы делаем, чтобы этот человек мог раньше вернуться, потому что это хорошо для бизнеса, да, то есть бизнес продолжается, он будет воспитывать смену, и при этом, ну, денежно мы стараемся это стимулировать, это не такие, там, большие какие-то средства, да, но это все равно такой некий appreciation, то есть некое вознаграждение человеку за то, что вот он проявил лояльность к компании, он возвратился раньше, и просто наш сам бизнес, он такой, что ты не можешь отставать, да, то есть меняется законодательство. Очень, ну, часто, так сказать, бывает, что системно, и ты не можешь вот отстать от этого процесса, да, как профессионал, тебе нужно все время в нем быть, да, ну, вот, все время вот в этом, так сказать, находиться. Вот, и это стимулирует, опять же, вот, нахождение, более ранний возврат, поэтому наши, скажем так, девочки, они, ну, просто у них немножко, может быть, другая проблема, что они очень много времени проводят на работе, но, тем не менее, они там успевают, да. Сейчас очень многие, включая меня, искренне позавидовали вашим девочкам. У нас в гостях Екатерина Малыгина. 65 10 99 6, московский телефон, финам.фм, заходите на страничку программы вдоль, и сегодня говорим, с партнером PricewaterhouseCoopers Екатериной Малыгиной, и удивительно как-то вот оказалось, ну, по крайней мере, для меня это открытие, что у нас в России есть компании, которые, в которых слоган «Незаменимых у нас нет» не приветствуется, да, потому что я, например, в своей профессиональной, к сожалению, среде сталкиваюсь с тем, что лояльность, незаменимость, преданность – это не те ценности, которые позволяют человеку остаться на работе, и наоборот, и ты как-то куда-то ушел в декрет на больничные брочи, твое место уже занято, да, ну, потому что сейчас у нас как-то вот, по крайней мере, в профессии телерадиоведущего уже преуспели… – Пиши конкуренции. – Нет, просто преуспели все. Люди сам, не нужно быть для этого журналистом или телеведущим. – Им нужно взять микрофон. – И открыть рот, да, и что-то нести, видимо, чушь прекрасна. Но, тем не менее, когда ты работаешь в аудите, в консалтинге, то, наверное, все-таки чему-то надо учиться. И действительно, женщины, которые работают в Pricewaterhouse долго, имеют вот такие преференции, привилегии, как уйти порожать, побыть с ребенком, еще за это получать какие-то материальные помощи. – Они за это, они получают, что они выходят раньше, чем они могут по законодательству, да, которое у нас установлено. У нас, как бы, вот, я еще раз хочу подчеркнуть, вот в чем, как бы, наше прайсовское женское лидерство, да, значит, оно у нас в двух направлениях. Первое – это внутри нашей компании, для того, чтобы наших девочек, которые к нам приходят сразу после института, чтобы они росли и развивались, чтобы они видели нормальные примеры, вот людей, которые в этом бизнесе могут достигнуть многого, да, там, стать директором, стать партнером, там, уйти на прекрасную клиентскую работу. – При этом, остаться женщиной. Естественно, если вы придете к нам в офис, и вы увидите, какие у нас красивые, умные, воспитанные девушки, то вы оттуда не уйдете. Это я вам обещаю, наверное, это все испытывают наши клиенты, да. Вот, и вот эти, вот наша внутренняя, скажем так, политика, она направлена на то, чтобы помогать и девочкам именно расти профессионально, чтобы, вот, лидерские качества, да, потому что у нас клиенты – это крупный российский бизнес, да, как правило, и в основном все руководство там мужчины, как научиться работать вот с этим, так сказать, клиентом, которому заведомо, вот, ну, нужно будет какие-то услуги оказывать, ну, вот, что-то объяснять, что-то разъяснять, рассказывать, и он должен послушаться, скажем так, в хорошем смысле слова, потому что, когда ты находишь какую-то ошибку или когда ты что-то рекомендуешь, это не просто там вопрос, что каждый человек этому последует, ты должен его убедить, ты должен воспитать в этой вот девочке, которая пришла, качества, которые помогут это сделать, да, что она убедительна, что у нее есть какой-то опыт, что она знает, да, и продемонстрировать это. Но не каждая девочка способна воспитаться. Есть, но они и не остаются, да, те, кто не способен это делать, они понимают, что им это тяжело, трудно, они там после трех, двух, там, четырех лет работы, они находят себе прекрасные там возможности, да, это очень востребовано на рынке, и прекрасно трудоустраиваются, потом мы с нашими выпускниками, скажем так, называется, алюмни, мы с ними со всеми поддерживаем отношения, это нормальная практика, они приходят к нам, они становятся нашими клиентами, дружат с теми девчонками, которые остались, ну, естественно, у нас есть и мужчины, то есть вы не подумайте, да, что мы нам так только, значит, женщины. Все равно, судя по тому, что вы рассказываете, я могу сделать вывод, что PricewaterhouseCoopers и вы как партнер ориентированы на то, чтобы все-таки стимулировать женщину работать в этом бизнесе. Да, естественно, нам важно, чтобы женщина, которая у нас работала, чтобы она, вот та работа, которая у нас, она очень, мне кажется, подходит для женщины. Почему? Да, потому что в какой-то сфере, в каком-то понимании мы все-таки сервисная организация, то есть мы обслуживаем наших клиентов, делая им аудит, занимаясь их налогами, консультируя по разным вопросам, да, мы, в общем-то, взаимодействуем с ними так, чтобы им было хорошо, чтобы они получили там либо экономию по налогам, либо отсутствие рисков, либо нормальное заключение. Женщина, когда она этим занимается, она гибче, она, скажем так, может делать многие сразу вещи, потому что там тебе может позвонить клиент, и через 15 минут ему там надо что-то там ответить, да, а в этот момент у тебя другой клиент, которому там ты тоже что-то должна, и тебе нужно урегулировать их двоих, потому что каждый клиент для тебя важен, и не в зависимости от чего, потому что это твой клиент, это чёткое правило, которое каждый человек у нас понимает, знает, и… Женщина мультитаскинг, да, мультитаскинг, это, в общем-то, нормально, это очень хорошо у них получается, и женщина, она, у нас есть исследование, да, которое мы проводим среди наших клиентов, именно карьерные возможности женщины в бизнесе, именно в России, да, оно там уже проводится в пятый раз, у нас прекрасные результаты, я вам в следующий раз могу про них рассказать. Здорово. Женщины с удовольствием в нём участвуют и изнутри рассказывают, да, как это достичь карьеры в нашем непростом мире. А кто заказывает такие исследования? Мы это делаем сами. Для себя? Да, мы это делаем для себя, мы привлекаем профессиональных, значит, аналитиков, формируем правильно вопросы, выступаем с ним, в общем-то, оно известно, даже Минэкономразвитие этими цифрами пользуется, которые мы даём. У нас нормальная выборка по компаниям, вот, но что бы мне хотелось сказать, что вот эта профессия, да, в которую ты приходишь, в которую приходят, в общем-то, выпускники вузов, они понятия не имеют, что это такое, да, и когда они с этим сталкиваются… То есть то, чему их учат в вузах, ничего в общем-то… Нет, это очень всё пригождается, потому что это база, без которой, конечно, мы не можем. И бухучёт, да, и там макроэкономика, и налогообложение – это все вещи, которые, ну, без которого невозможно к нам поступить, у нас очень серьёзный отбор. Они сдают тесты, да, то есть это, ну, целое, так сказать, мероприятие. И дальше-то, ну, они начинают работать, они начинают учиться у старших товарищей. И вот, как бы, о чём мы стали с вами говорить, да, что, как бы, в компании, ну, вот, важно нам для наших сотрудников, и как мы их поддерживаем. Вот для любой женщины, которая у нас работает, естественно, клиенты, многие мужчины, естественно, они там на больших позициях, и прежде всего мы, как бы, поддерживаем их, чтобы они не боялись расти, да, то есть чтобы у них не было какого-то, вот, как вы там мне сказали раньше, потолка, чтобы они понимали, что ты можешь там через два года стать там на следующую должность, ещё через два года на какой-то следующий. У тебя есть нормальные критерии и правила, которыми ты должна, ну, ты должна человек соответствовать, и при этом никакого, нет никакого запрета на, там, семью, когда ты работаешь, если я понимаю, если, там, у нашей сотрудницы заболел ребёнок, или, там, он идёт в первый класс, или, там, какие-то сложности с мужем, да, или кто-то, там, разводится, или каникулы, это, когда нужно съездить, мы стараемся так, чтобы, ну, вот, работа, ну, как бы, не пострадала, потому что, ну, у нас некоторые девушки, вот, как я сказала, работают из дома, да, это связано с детьми, но не полный рабочий день, они говорят, что, например, вот, допустим, я завтра могу поработать из дома, да, своему начальнику непосредственно, ну, если нет клиентских встреч, и если для человека это будет удобно, у него есть объём работы, он должен написать письмо, или он должен сделать какой-то ресерч, и человек нормально, ну, при наших средствах связи, да, значит, при нормальном, так сказать, обмене информацией, у нас много работ, которые ты должен искать, смотреть законодательство и просто писать, да, свой адвайс какой-то или какую-то презентацию, человек работает из дома, да, у нас есть flexible hours, да, вот, ну, чтобы это, как бы, закончить, это то же самое, то есть ты обговариваешь с начальником, ну, кто-то, кому-то удобнее приходить к 8, да, у нас не нормированный рабочий день, но, тем не менее, всё равно, там, у кого-то, например, ребёнок в детском садике, и, там, нет ни они, или она заболела, то, ну, ты договариваешься, то есть мне важно, чтобы работа была сделана, у меня есть по каждой работе дедлайн, который мы обещали этому человеку. А где и как это сделано, в общем, не очень. Вы знаете, это важно с какой точки зрения? С точки зрения конфиденциальности, да, то есть человек не может, там, пойти в метро и, значит, там, открыть, значит, какой-нибудь документ, его, там, начать писать, читать или ещё и вслух, да, это, там, конфиденциальность, это понятно, да, но если человек по определённым семейным обстоятельствам, да, вынужден, там, как-то, какое-то время проводить дома, маленький ребёнок, там, семья, какие-то проблемы, то, естественно, мы это идём навстречу, да, и вот вторая вещь – это flexible hours, когда, действительно, там, кому-то удобно по трафику, кому-то ещё что-то, но при этом, если человек, там, этот день работает из дома, но нам надо внезапно съездить навстречу, он идёт и едет навстречу, потому что он понимает, что это его клиент, потому что один раз ты так не сделаешь, второй раз ты так не сделаешь, у тебя просто не будет клиента, то есть это, в общем-то, объяснять не надо, это, ну, lead by example, да, то есть когда человек, вот, ну, своим собственным примером показывает, что так нужно делать, поэтому у нас, в общем-то, люди, ну, это всё понимают и так работают. Подождите, это совершенно потрясающе. Значит ли это, что вы реально в курсе семейных дел своих сотрудников, то есть я, например, ваша, там, какая-нибудь, я ваш менеджер, я прихожу к вам и говорю, Катя, я, там, я не знаю, у меня неприятности с мужем, он, там, разбил машину, лежит в больнице с больной головой, можно я, вот, ну, эту неделю буду работать по таким-то часам, чтобы его лечить, и вы можете сказать, да, конечно. Вы не скажете, это твои проблемы, мне плевать, что у тебя ипотека, и маленький ребёнок, и всё такое, твоя работа здесь, и не хочешь ни работы, вали. Смотрите, у нас есть всё-таки чёткое разграничение, есть личная жизнь сотрудника, да, есть наш бизнес, да, то есть наша работа. Если у человека что-то случается или происходит, то, естественно, вот он не сотрудник в этот момент, если у него какое-то горе там или ещё что-то, ну, он не может производить нормально тот продукт, который мы продаём нашему клиенту. Ну, существует такое представление о корпорации, да, что вот в корпорации всё равно, какое у тебя настроение, какое у тебя незаменимых у нас нет, твои личные проблемы должны остаться за дверью офиса, решая, как хочешь. На работе ты должен работать. И мне не нужно рассказывать о твоей ситуации, у всех ситуаций. У вас не так, я понимаю. Смотрите, у нас, конечно, когда человек работает на нашей работе, то всё-таки, ну, должностные обязанности, да, и та работа, которую он должен там по своим обязанностям выполнить, конечно, она стоит на первом месте. Но если у человека есть какие-то исключения, то есть это не просто, вот, знаете, ну, человек вот захотел там расслабиться, если человек захотел расслабиться и там что-то где-то как-то увильнуть, это всё равно будет видно, и у него будет качество работы снижаться. Мне нужно обеспечить что? Чтобы не снижалось качество работы именно нас как фирмы, но при этом тот, кто это делает, он тоже был в нормальном рабочем состоянии. То есть если человек не в рабочем состоянии, то он не может произвести тот, ну, как бы нормальный, скажем так, продукт. У нас даже есть термин, который называется walk-life balance. Walk-life balance, он означает, что, в общем-то, наши сотрудники и даже руководство, прежде всего, они озабочены, чтобы те люди, которые работают, у них было бы всё-таки нормальное, сбалансированное развитие. Не только там 24 часа на работе, но была какая-то ещё и персональная жизнь, которая у нас, ну, как бы нам очень важна. Ну вот, и там особенно для женщины, потому что, как я уже говорила, ей надо реализоваться в... В других областях. Да, естественно, нужно, ну, постараться, да, значит, или там найти на это время, там найти, так сказать, возможности и создать семью. Баланс работы и семьи, по-моему, в PricewaterhouseCoopers знают секрет. Продолжим разговор с Екатериной Малыгиной после новостей, оставайтесь с нами в доле. Сегодня с нами в доле партнёр PricewaterhouseCoopers Екатерина Малыгина. 65 10 99 6, московский телефон, если вам захочется пообщаться с нами через интернет, заглядывайте на финам.фм, страничку программы в доле. Кать, ну, когда вы пришли на эту работу, так ли всё было по отношению к вам, когда вы, там, зелёная, неопытная, стали частью этой команды? Или всё-таки, когда вы пришли туда, уже вы были достаточно профессиональным человеком и сразу тоже стали незаменимой? Ну, во-первых, я всё-таки тоже придерживаюсь такого мнения, что незаменимых у нас нету, да, потому что, в общем-то, даже если, там, я уйду, то, там, наш бренд, он простоит прекрасно, там, уйдёт ещё 10 таких, как я, он тоже, с ним ничего не случится. Но это, как бы, вопрос такой, ну, как бы, глобальный. Но для каждого человека, да, то есть каждый человек, который к нам приходит, он нам важен, потому что он вносит свою часть, вот, персональную в наш бизнес. Я пришла в PricewaterhouseCoopers, даже страшно становится, в 96-м году. До этого я училась, у меня было другое образование, у меня было филологическое образование, преподаватель русского языка и литературы. Но поскольку было очень тяжёлое время и нужно было как-то зарабатывать деньги, мне пришлось переучиваться. На бухгалтер? Нет, сразу я переучилась на экономиста по налогам, потом я получала ещё второе юридическое образование выше в МГУ. Простите, это было ваше собственное решение? Ну, наверное, это было случайно, вы знаете, это было случайно, потому что вот по, когда я училась ещё в МГУ, какое-то небольшое время я проработала в другой организации, это была Останкина, ну вот, это была такая административная его часть, это был заместитель генерального директора, его, скажем так, секретариат. Я посмотрела на этот бизнес изнутри, он публичный, озвучила какие-то фильмы, ну вот. Вот, и после чего я поняла, что, ну, наверное, даже если я там получу журналистское образование, чтобы как-то быть именно в этом области, ну, не очень я там себя видела и понимала, да. И, скажем так, когда я стала думать вообще, ну, чем же, скажем, что же вообще делают люди, как вообще люди зарабатывают в то время деньги, да, то есть поскольку я не создала никакой собственный, скажем так, бизнес там, не поставила палатку, не стала там заниматься там какими-то более частными такими вещами, то, в общем-то, в то время, наверное, одними из таких престижных работ были иностранные компании, да. Наш российский бизнес, он был, наверное, еще не очень... В зачаточном. Да, в зачаточном состоянии, ну вот, и поэтому так сложились обстоятельства, что я пошла работать в государственную сначала структуру, ну вот, и я три года отработала в налоговой полиции, сначала я туда пришла как переводчик, ну вот, то есть мои знания языковые, они мне очень помогали в нем уже, когда я работала там, я стала учиться именно на экономиста по налогам, это был выбор совершенно, ну, скажем так, ну, by default, да, потому что ты оказался в полиции, вот, и я стала уже принимать участие в проверках, и у нас был, значит, отдел, который занимался внешнеэкономической деятельностью, то есть знание языка мне очень сильно помогало, потому что документация была на английском языке, но вот все остальные знания там я получала в финансовой академии, как второе высшее образование. Это очень помогало, вы знаете, это гуманитарное образование мне очень сильно помогает, потому что, когда тебе нужно сформулировать и донести до клиента свою мысль, да, то это нужно сделать кратко, четко, точно, и просто, чтобы человек, понятно, что есть 550 вариантов, и вот если ты пойдешь так, то у тебя какие-то последствия, если так, то сякие-то, но, как правило, такие советы никто не платит, их никто не покупает. Вот человеку, клиенту нужно то, чтобы он четко понимал, да, а вот вы на вашем опыте, да, потому что там уже практически 20 лет ты этим занимаешься, вот что, как, вот, что будет, да, и всегда два ума хорошо, и когда мы какой-то совет даем, как я всегда своих учу, вот вы должны сесть и сначала подумать о максимальном количестве вариантов решения этой проблемы. Вот скажите мне максимальное количество, вот, как мы могли бы ее решить, а дальше уже мы будем из этого выбирать. Но вот этот весь процесс, да, мы с тобой пройдем, а, как бы, клиенту дадим уже конкретный результат, да. И поэтому филологическое образование, оно очень сильно помогает, да, но вот, юридическое образование, оно тоже очень сильно помогает, потому что на Западе все налоговики, это, в общем-то, юристы, квалификация всех сделок, да, значит, определенных операций, она, в общем-то, идет из ГК, тебе нужно его знать, ну, вот, и, в общем-то, мне не хотелось быть никогда непосредственно юристом, там, делать договоры, заниматься юридической работой, но когда ты занимаешься налоговым планированием, да, естественно, тебе нужно понимать, да, что это такое, что это за операция, к чему она приводит, и только после этого, как она отражается уже в бухгалтерском учете. То есть все достаточно, как бы, логично происходит, и так вот все и сложилось, и когда у тебя что-то, тебе это нравится, у тебя это получается, то, наверное, ну, это помогло мне, скажем так, вот, в моей профессии, да, потому что в то время, к сожалению, налоги только, значит, были введены в бород, скажем так, в советское время. Теорию, да, да, и поэтому просто никого на это не учили, да, то есть просто те люди, которые приходили изначально, у них было физическое образование, это было ВМК, это была экономика, то есть совершенно разные специальности. Сейчас, конечно, все это уже есть, все кафедры работают прекрасно, мы с ними сотрудничаем, ну вот. А работа в налоговой полиции, это интересный был опыт? Очень. Полиция, это какой-то, не знаю. Нет, это звучит страшно. Прайсвотерхаускуперсы, это прямо два разных полюса. Нет, вы знаете, мне это очень помогло, потому что в полиции мы делали налоговые проверки, ну вот, как нормальный там налоговый инспектор. И поэтому, поскольку аудиту тогда тоже не учили, то есть это было еще в тремучие времена, то придя на работу в Прайсвотерхаускуперс, естественно, я стала сначала заниматься аудитом, именно аудитом налогов. И, ну, в общем-то, я для начала, ну, как бы делала его, как вот, мы проверяли в полиции, да, ну вот. Потом уже появились стандарты, да, скажем так. Кстати, потом у нас было еще иностранное образование, да, ICC оно называется, ну вот, это Ассоциация сертифицированных бухгалтеров Англии. Ну вот, это профессиональная квалификация, которая нам нужна как аудиторской фирме, чтобы определенное количество сотрудников этим обладало. То есть вы полжизни вы учились, получается? А мне это очень нравится, я считаю, что это, ну, у нас очень интеллектуальная работа, вот, в нашей компании, и это все время стимулирует твой процесс образовательный, то есть для начального, ну, твой этапа жизни это вообще просто показано, скажем так. Ну и потом это просто твой, скажем так, заработок, да, твой профессионализм, ты же в себя сам вкладываешься. Ну вот, когда вы пришли все-таки в Прайсвотерхаус, вы уже были достаточно состоявшимся, уверенным в себе специалистом, или как-то пришлось отвоевывать свое место под солнцем? Вы знаете, я думаю, что с точки зрения специалистов, конечно, я многому научилась у тех людей, куда я пришла, потому что методологически, конечно, у нас было гораздо в Прайсе все сильнее организовано, да, и мне это очень сильно помогало, потому что в полиции все-таки там больше было все интуитивно, да, то есть у тебя должен был выработаться нюх, да, вот у тебя были оперативные информации, что вот эта компания не уплачивает налоги, да, и, в общем-то, тебе нужно было просто это подтвердить документально, да, ну вот, потому что работали люди из органов, да, то есть это были из милиции, из ФСБ или из там армии, но вот у них, это такой старый, такая ревизия, те, которые занимались ревизиями, да, немножко был другой подход, да, потому что у нас подход более превентивный, да, то есть мы считаем, что лучше предупредить, а не сначала уже там взять и наказать, то есть, и, наверное, вот то, чему научил, как бы, наша компания учит, да, она учит, скажем так, смотреть на дела клиентов не так, чтобы там было уже поздно, да, а все-таки предвосхищать их и тем самым помогать, потому что, ну, смысл в этом, да, то есть не смысл в том, чтобы потом прийти и сильно порадоваться, да, что вот у клиента какой-то риск, и вот сейчас его накажут, да, и там заплатим налог и пение. Но могу сказать, что столько, сколько мы там в тот момент, скажем так, доначисляли или рекомендовали налогов, наверное, там никто другой это не делал, потому что огромные были суммы, ты их не боялся, ты совершенно нормально вот смотрел на это, естественно, были ошибки, ну, как везде бывает, да, и сейчас гораздо все более серьезно, потому что есть службы внутренние, они уже развелись в то время, просто этого не было, не хватало специалистов банально. Вы говорите о том, что здесь, конечно, в большей степени тебе помогают опыт, знания и вообще база какая-то даже, может быть, научная, да, мировая, накопленная поколениями. Но тем не менее, ведь интуиция, она по-прежнему не подводит. Вот вы, когда вы говорите, я говорю своим девочкам, своим сотрудникам, найди максимальное количество решений и выбери, и мы выберем вместе единственно верное. Ведь здесь, наверное, тоже без женской интуиции не обходится этот выбор. Ну, вы знаете, я думаю, что интуиция больше помогает, наверное, в каких-то таких более там предпринимательских вопросах, да, например, посмотреть на развитие каких-то направлений бизнеса для прайса, да, вот, например, вот там ввели какое-то изменение в законодательстве, наверное, там вот с ним будет больше всего связана работа и так далее. Когда ты решаешь проблему для клиента, твоя задача, ты консультант, то есть ты как эксперт обязан предложить вот эти все варианты, сказать вот, что, допустим, вот есть вот этот, но клиент всегда сам принимает управленческое решение, потому что это управленческое решение. Кто-то из них, он более толерантен к риску, он говорит, да, горе все синим пламенем, я буду отстаивать свои интересы в суде, я буду делать так, ну, потому что не все у нас прописано. Кто-то наоборот, для него важно, чтобы не такая может быть максимизация прибыли, а для него важна большая стабильность, безопасность, чтобы этот вопрос никогда не был поднят там налоговыми органами и так далее. Но мы всегда предлагаем решение, давайте спросим у министерства финансов, давайте изменим законодательство. Есть же и пробелы, да. Да, мы всегда как эксперты участвуем, да, но и у наших клиентов, у них у всех, в общем-то, есть вот эта функция, работая с Государственной Думой по изменению законодательства. И в этом вопросе, ну, мы иногда даже у них приобретаем очень большую информацию, потому что это из первых рук практически. Но можно я хочу просто еще сказать про наших любимых клиентов, в частности своих, возвращаясь вот к этому нашему женскому лидерству, используя вот возможность беседы. Да, вообще, минутку, мы обязательно с вами, у нас с вами будет еще целых 15 минут, я как раз хотела в конце поговорить о вашей лидерской программе, это вообще совершенно удивительная отдельная история. Мне просто хотелось немножко еще закончить о вас разговор. Все-таки действительно в таком бизнесе непростом, пусть женщины в нем преуспевают, но ты должен обладать какими-то определенными качествами, которые позволяют тебе не просто задержаться, а расти. Как вы думаете, почему вы доросли до управляющего, до партнера, ну, скажем так, до капитана, да, а не просто вот остались на каких-то менеджерских позициях? Что позволило вам сделать такой путь? Ну, вот, знаете, как не банально, мне кажется, что я просто люблю свою работу, и каждый же человек у него наилучшим способом получается тогда, когда вот ему нравится то, что он делает, да. Вот для меня мне важно, чтобы мы как бы были полезны людям, да, чтобы ты не просто вот смотрел на это как на источник заработка денег, неважно, там, для фирмы, для себя любимого и так далее. То есть ты, когда работаешь с клиентом, ты говоришь, вот, смотрите, вот, у вас и так все прекрасно, если вот мы сделаем вот так, то будет еще лучше. Ни один нормальный человек этого не откажется. Или мы скажем, что вот, смотрите, вот, вы вот работаете вот так, а на самом деле там придет налоговая, выявит вам вот этот риск, и вы там лишитесь денег. Поэтому вот я считаю, что для меня самое главное, да, что вот такие вещи мне приносят удовольствие, там, мне какую-то сатисфакцию, то, что ты помог конкретному человеку на его позиции, конкретной компании. Ты немножко такой супергерой. Такой немножко... Нет, такого нету, потому что, если ты супергерой, то, ну, как бы нормальный человек, ну, скажет, иди своей дорогой. Нет, не в смысле пафоса, а в смысле такого спасителя. Ну, нет, я думаю, что это типа как врач, наверное, это ближе к этому. Мы говорим с Екатериной Малыгиной, PricewaterhouseCoopers, оставайтесь с нами в доле, вернемся после новостей. Мы сегодня говорим об успехе и о реализации, и о том, как на все найти время в нашей женской доле. С Екатериной Малыгиной, партнером PricewaterhouseCoopers. И пока вы слушали новости, мы как раз говорили о том, что такое вообще успех для нас, чем мы его измеряем. Для меня... И мы перешли к парадоксальному выводу, что у нас в стране человек, который реализовался, который успешен, он как... Не обязательно всегда публичен и популярен. И что, наоборот, человек, который публичен, о котором все говорят и пишут в желтой прессе, может совсем даже и не быть успешным. Для меня успех — это когда действительно, когда человек глобально реализован, когда он любит свою работу, он занимается нужным делом, он все время в нем развивается. Он добился результатов, которые, в общем-то, очень... Да, он актуален, он в нужное время в нужном месте, при этом у него все хорошо в тылу, у него есть семья. Неважно, это полная семья или нет, но он в этой семье тоже чувствует себя хорошо, реализованно. И при этом у него еще есть, наверное, какая-то зона личная, в которой он может делать что угодно. Встречаться с людьми, заниматься хобби какими-то своими, там, я не знаю, какими-то практиками, йогами, садиком, верой, путешествиями. И, в общем, у него нигде ни в чем вакуума никакого нет, да? Ни экзистенциального, ни материального, ни социального. И для этого вовсе не обязательно быть на обложках глянцевых журналов. Но для женщины, наверное, все-таки очень важно периодически переключаться. И не всегда это получается. Расскажите про программу женского лидерства, которой вы руководите. Зачем понадобилось ее создавать? Дополнительную нагрузку на себя взваливать? И что, собственно, эта программа представляет? Кто эти женщины-лидеры, которые в ней присутствуют? Ну, мы идею эту взяли из нашего глобального опыта. Эта программа, она часть нашей «Довейсити» программы. То есть это поддержка не только женщин, а это поддержка и других дженерейшенов, то есть разных поколений. Это поддержка меньшинств, это поддержка каких-то религиозных вероисповеданий разных, чтобы не было дискриминации, чтобы были равные, скажем так, возможности и условия. Просто женское лидерство, мне кажется, оно попало на благодатную почву, поскольку, как я уже вначале говорила, многие наши клиенты – мужчины, но очень многие женщины. И вот наше женское лидерство, оно дополнительно к тому, что мы делаем внутри нашей фирмы, поддерживая рост наших девчонок, оно еще и извне. Мы работаем с клиентами. У нас есть комьюнити наших женщин-клиентов. Мы их называем VIP-клиентами. Это те женщины, с которыми мы работаем регулярно. Это либо финансовый директор, либо главный бухгалтер, либо директор по персоналу. То есть наши основные контактные лица, для которых мы делаем аудит, налоговые услуги, все что угодно, юридические какие-то, помощь. И у нас существует некий такой, он неформальный клуб. Началось это все с этих исследований, которые мы стали делать, и с мероприятия, которые мы стали делать один раз. Оно было приурочено к 8 марта. Ну, наверное, первый раз это было лет 6 назад. Тогда, когда мы просто разработали определенную программу для того, чтобы собрать этих, допустим, человек 200, это получается, приходит на такое мероприятие. Знакомятся все друг с другом. Да, у нас просто каждый человек, который работает, партнер, директор, он приводит своих клиентов. Естественно, они могут совершенно не знать друг друга, потому что, может быть, кто-то видел кого-то на обложке, но, как правило, как вы сказали, это успешные женщины, но они не настолько публичные, потому что они просто заняты, они трудяги, они работают много. И мы просто рассказываем об этом своем исследовании, мы делаем какие-то интересные темы для наших вечеров. И основная цель — это для того, чтобы женщины имели возможность пообщаться друг с другом на какой-то площадке, на которую они приходят, и поговорить с людьми из схожих областей, экономики, работы, и просто обсудить то, что происходит. За жизнь просто. За жизнь, да. И при этом сейчас, после того, как это все очень было прекрасно воспринято, мы стали такие вещи делать, наверное, раз в квартал. Может быть, не все, 200 человек приходят. И, естественно, каждый раз разный состав, потому что кто-то может, кто-то не может. Мы придумываем какие-то интересные, скажем так, мероприятия для того, чтобы женщины пришли, и они немного, скажем так, отдохнули, расслабились. Абстрагировались. И при этом там есть какие-то интересные темы, которые мы презентуем в этот момент. И женщины, уже приходя на эти мероприятия, они подружились друг с другом, то есть сложились какие-то уже там, один раз ты пришел, второй раз ты пришел. Они уже знают друг друга, они уже ездят вместе в отпуска, как оказалось, да, там в какие-то поездки. Иногда они даже решают какие-то рабочие вопросы. Ой, вот, знаешь, мы тебе счет выставили, а ты нам не заплатила там аванс там и так далее. Там, если там кто-то казначей, а кто-то там главный бухгалтер. Я сама это вот видела, это вот такой живой пример. Потом они действительно общаются, при этом, как вы понимаете, в таком возрасте сложно найти. Не то чтобы друга, да, но просто, да, так сказать, нормального... Единомышленников. Единомышленников, да, такое комьюнити. И вот этот наш, как бы, такой вот клуб, который существует, мы пишем план работы на каждую, значит, вот там каждый год. А они предлагают что-то, я не знаю, чем вы там занимаетесь в неурочное время в этом клубе? Что за мероприятие? Ну, вот одно из последних мероприятий. Мы приглашали профессора. Он профессор, который занимается здоровьем. Он написал книгу, которая говорит, скажем, о том, как человеку суперзанятому в его непростом, скажем, графике выделить несколько буквально минут для того, чтобы сохранить и продолжить там жизнь, здоровье и так далее. Он прочитал лекцию, он показал упражнения. То есть у него есть, скажем так, определение биологического возраста любого человека, которое заключается в том, что это тест на то, что ты ешь, это тест на то, как ты двигаешься, это тест на то, как твое состояние, устойчивость к стрессу, да, сколько это у тебя. И по вот этим показателям он определяет твой биологический возраст и он дает совершенно простые рекомендации для занятого человека, для того человека, который не может посвящать там два часа в день в тренажерном зале, 10 минут, 15 минут в день. И я сама этим пользуюсь. Я знаю, что иногда я звоню другим, говорю, ты вот это делаешь. Как профессора зовут, скажите. Его зовут профессор Магеннон. Он не только выступает у нас, он достаточно известен. То есть вы его привезли прямо из Америки? Нет, но у него есть другие, скажем так, в России клиенты. А мы его представили нашим женщинам, потому что мы делали это для наших внутренних целей, в PricewaterhouseCoopers, потому что для нас это тоже важно, чтобы наши, так сказать, люди были здоровы. Но вот он читал лекции у нас. И потом он сделал ли мы для наших клиентов. То есть вы можете вывезти кого-нибудь в СПА, наверное? Нет, это было все в нашем офисе, потому что у нас красивый, хороший офис. И мы очень любим, когда люди приходят к нам, да, и всегда там, когда у нас есть какие-то мероприятия, у нас может быть какая-то развлекательная часть, то есть какая-то выступает группа, кто-то может сделать показ мод. У нас там на нашем последнем мероприятии на 8 марта наша бывшая сотрудница, она стала теперь дизайнером, она показывала свою коллекцию, да. То есть другая наша, один из наших клиентов, она делает украшения из камня, значит, она устраивала там выставку-продажу, там просто человек этим увлекается, это его хобби. Ну вот, другие наши клиенты, они танцуют, они танцевали бальные танцы. То есть это вот твои, скажем так, люди на таких же позициях, которые вот кто-то с фильмы снимает, вот мы это все показываем, и это на самом деле хороший контент, который, то есть это не какая-то абстрактная личность, это вот, мы говорим, что вот начальник того-то такого-то управления, подразделения, вот он сейчас для вас, значит, осуществует бальный танец. Румбу. Да, 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 да. Прекрасно воспринимается, женщины гордятся, вот что они такие, иногда выходят тоже с предложениями, давайте вот сделаем вот так. Вот, и в общем-то, как бы женщины понимают, да, что вот есть вот это комьюнити, иногда мы там приглашаем кого-то из экспертов, чтобы они рассказывали там про какие-то серьезные там экономические темы, ну вот, но больше все-таки у нас, ну, я бы не сказала, что это развлечение, но в общем-то тех тем, которые помогают женщинам, находящимся в бизнесе, я бы сказала, расслабиться, немножечко посмотреть жизнь с другой стороны, и в конце концов, это и самое интересное в ходе для них. Скажите, пожалуйста, Кать, никогда вы не думали о том, что, может быть, стоило бы начать собственный бизнес, есть ли для вас какой-то смысл в том, что вы все-таки остаетесь частью большого глобального бизнеса, а не уходите в свободное плавание? Да, конечно, есть, и я, скажем так, уже так долго работаю в прессе, наверное, его верный патриот, но, собственно, бизнес я займусь на пенсии. Ага, и это будет, скорее всего, связано как раз с садиком-огородиком, йогой, не знаю, танцами или чем-то таким еще. Но я надеюсь, что не с налоговыми консультациями. Спасибо вам огромное, правда с садиком увлекаетесь? Да. Да? А йогой какой? Йогой у нас есть преподаватель, который приходит к нам в офис, это тоже часть нашей программы для сотрудников, и она занимается и с персоналом, и с партнерами. В общем, друзья, вы поняли, где работа мечты. Да, только к нам. Спасибо огромное, Екатерина Малыгина, Pricewaterhouse были в доле. Спасибо вам. Мы с ней. Хороших выходных.